Всем добрый день! Как всегда, рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Олеся. Буду сегодня готовить вот такой вот классный темный хлеб с семенами. Из семечек буду использовать лен и чия. Лена я насыпала ровно 20 грамм. И еще до 30 грамм, где-то 10 грамм добавила из семян чия. И заливаю кипятком. Примерно тоже грамм 30. Беру чашу от хлебопечки. Буду делать замес хлебопечки, чтобы облегчить себе жизнь. И наливаю 350-360 грамм воды. Добавляю 1 столовую ложку любого растительного масла. Можно брать оливковое, можно брать обычное подсолнечное. И всыпаю муку. Темной муки, белок 13, обычной хлебной муки. По типам, возможно, кто-то здесь живет. Темная мука это тип 1100. И хлебная мука это тип Т500. Также добавляю соль 10 грамм. Добавляю сахар тоже 8-10 грамм. Можно вместо сахара использовать чайную ложечку меда. Обычно я так и делаю. Тогда мед сразу добавьте в воду. Вода, кстати, у меня просто холодная. Я ее не подогреваю. Во время замеса все нагреется. Потому что активный замес идет в машине. И нет потребности использовать теплую, либо какую-то горяченькую воду. Начинаю замес. Включаю программу. Она у меня полтора часа. Замес номер 7. И добавляю потом уже, когда все компоненты объединились. Добавляю набухшие семена. И вот такой вот хочется показать, какой в итоге ком. Не слишком плотный. Ну и не такое не жидкое тесто. Ком тесто во время замеса слегка подлипает к стенкам хлебопечки и к донышку. Программа длится 1 час 30 минут. Где-то минут через 40 вынимаем ведерко. Можно делать сразу прямо в машине. И это для вас дело, чтобы было нагляднее видно, как сделать протяжку. Не просто обминаем тесто. Это очень важно. Обратите внимание, как я вытягиваю тесто. Делаем вот такую вот протяжку по кругу. Раз, два. Насколько вам позволяет тесто. Иногда я даже делаю две таких протяжки. Можно ограничиться одной. Но чем больше вы их сделаете, тем более хлеб будет похож на хлеб. Потому что все-таки программа не совсем длинная. 1 час всего. И дрожжей, в принципе, тут немного. 5 грамм я использовала сухих. Кстати, забыла сказать. Граммовку. Но рецепт, как всегда, вы найдете внизу в описании под видео. И все. Программа у меня окончена. Вынимаем тесто. Оно так хорошо поднимается после протяжек. Подсыпаем мукой. У меня цельнозерновая такая вот крупная. Видно даже на видео. Растягиваем в пласт. Сворачиваем вот так вот края к центру. И поджимаем вот такой вот рулет. Каждый оборот, немножечко как бы подщипывая рукой или пальцем. Края тоже немножечко подсобираем. И, в принципе, вот и вся формовка. Делаем шов таким вот образом. Сейчас это хорошо видно. Можно еще немножечко его зафиксировать получше. Подсыпаем еще более такой грубой муки. Как я уже сказала, у меня пшеничная цельнозерновая. Грубого помола. И все. Переворачиваем вот этот вот хлебушек. Он у нас фактически сформирован. Можно отправлять его на расстойку. Классическим способом. Но мне в последнее время очень полюбилась выпечка в пакете. В пакете для выпечки создаются определенные условия. Это то же самое, если выпекать хлеб с паром. Даже еще лучше получается результат. Или в казане разогретом. Но это как-то меньше по времени занимает. Не нужно греть очень долго духовку вместе с этим казаном. В общем, для меня это самый удобный способ. Напишите, как вам. Понравится ли вам такой способ. Попробуйте. Возможно, вы тоже придете в восторг, как и я. Я выкладываю сформированный хлеб. Хорошо так обсыпанный грубой мукой. Пакет для выпечки. Для запекания, вернее. И делаю сразу же надрезы. Здесь уже поле для вашей фантазии. Можете делать вот так, как я. Под углом два глубоких надреза делаю. И делаю вот такую вот косичку в центре булки. Потом пакет расправляю, завязываю. И оставляю где-то на 20-30 минут. Смотрите, как будет подходить на столе просто. Через 20-30 минут завязанный вот так пакет вместе с формой. Ставим, внимание, в холодную духовку. В холодную духовку ставим и включаем на 200 градусов. Вверх-вниз режим. На средней решетке я выпекаю. И все. Можно даже хлеб поставить, подходить на эти 20 минут в холодную духовку. Потом просто ее включите и все. Как даже еще проще. Выпекается с момента включения хлеб примерно 50-55 минут. Зависит от вашей духовки. Сейчас хочу вам продемонстрировать вчерашний хлебушек. Какой классный получается. Вот такой вот он. Очень хорошей структуры. Ну, здесь еще и мука играет свою роль. В принципе, такой способ подойдет для любой муки. Хоть полностью белый можете готовить хлеб. Хоть вот такой вот смешанный, серенький, как у меня. Семечки. Вот эти вот сочетания льон-чье. Очень классное сочетание для хлебушка. Попробуйте. Вот это вот хлеб у меня со вчерашнего дня. А между тем готов и вот этот хлеб, который мы готовим вместе с вами. Сразу же, как только он готов, разрезаем пакет, чтобы хлеб не отмокал. Потому что у него такая классная корочка формируется. От пара, который образовывается в пакете. Глухой звук имеет при постукивании. Посмотрите на этой буханочке. У меня даже гребешок такой образовался. Можно подумать, что хлеб на закваске. Очень так раскрылся. Хорошо, посмотрите. Постукиваю пальцем. Проверяю. Ну и все видно, в принципе, что он готов. Ну так, чтобы себя успокоить. И донышко хорошее. И вот сам хлебушек такой глухой звук издает. Хрустящий. Корка классная. Мякиш классный. И все. Вот это вот магия. Купички в пакете. Посмотрите, какой сегодня получился хлеб. Он, кстати, у меня еще не отстоялся. Мякиш немножечко подлип на нож. Ну, в принципе, уже видна структура. Лучше, конечно, резать через час хлеб. Когда он постоит. И остынет полностью. Готовьте с удовольствием. Вкусного вам хлеба. Готовьте с удовольствием. Вкусного вам хлеба. Вкусного вам хлеба. Субтитры создавал DimaTorzok